Привет, я Главная по видео, и это самая доходчивая и интересная школа компьютерной графики, в которой я научу вас отлично монтировать видео, делать анимацию и прочие интересные штуки. А для этого нам нужно будет овладеть такой замечательной программой, как After Effects. Сегодня второй урок, в котором мы с вами разберем основы работы с векторами, то есть с шейпами. Возможно, он покажется долгим, но эти знания нам необходимы для создания невероятной графики в следующих уроках. Я думаю, пора начать. Итак, ребятки, давайте для начала создадим композицию. Для этого жмем Composition, New Composition. Все как обычно, 1280 на 720, 25 кадров и 5-секундное видео. Это нас устроит. Жмем ОК-шки. Ах да, и давайте изменим название этой композиции. Жмем Composition, Composition Settings, и мы снова вернулись к настройкам этой композиции. Итак, давайте назовем сегодняшнюю композицию по теме нашего урока, а именно Shapes. О чем же мы сегодня поговорим? А поговорим мы сегодня именно о тех самых шейпах. Если мы переместимся на окошко Toolbar, то увидим вот такую вот кнопочку с квадратиком. Если мы зажмем мышку на ней, то увидим больше вариантов выбора наших форм. У нас есть прямоугольник. Прямоугольник с закругленными краями. Эллипс Tool, то есть эллипс. Полигональный инструмент и звездочка. Давайте попробуем создать прямоугольник. Выбираем Rectangle Tool, и чтобы увидеть центр и края нашей композиции, выбираем Grid and Guide Options. И Title and Action Save. Теперь у нас есть разметка, по которой мы можем удобно расставлять объекты в нашей композиции. Давайте уже наконец нарисуем этот прямоугольник. Теперь зажимаем левую кнопку мыши и создаем наш объект. Как видите, прямоугольник у нас неравносторонний, а также он находится не по центру. Чтобы это исправить, для начала зажимаем кнопочку Shift на клавиатуре. И мы видим, что создается именно квадрат. Но зажимая при этом кнопку Alt или Command на маке, объект будет создаваться по центру заданного положения. Давайте отменим действие. Нажмем Ctrl-Z или Command-Z. И попробуем нарисовать квадрат, точно из центра. Для этого перемещаем мышку ровно по центру крестика. Справа вы можете убедиться, что центр наш это 640 на 360. Рисуем наш объект, при этом зажимаем кнопочку Command и Shift. Нам примерно достаточно будет иметь вот такой вот размер. Теперь давайте посмотрим, что у нас изменилось в слоях. У нас появился новый Shape Layer. Давайте его так и назовем Shapes. А также в категории Contents появился Rectangle One. Давайте раскроем его и посмотрим, что внутри. У нас есть Rectangle Path, Stroke, Fill и стандартный Transform. Если мы откроем Rectangle Path, то увидим, что у нас здесь указывается размер, позиция и roundness, закругление краев. Также у нас имеется выключенный Stroke. Давайте включим его и посмотрим, что тут есть. Stroke это по сути окантовка нашего объекта. Мы можем у нее сменить цвет заливки. Опасити, то есть непрозрачность. 100% полностью непрозрачный, 0% полностью прозрачный. Также у нас есть Stroke Width, который меняет ширину окантовки. Есть Line Cap, это форма незавершенных линий. Сейчас мы их не увидим. Давайте перейдем к Line Join. Здесь установлен Meter Join. Если мы сделаем Run Join, то мы увидим, что края у нас стали теперь закругленные. Изменив параметр на Bevel, мы увидим, что они стали вот такими вот обрезанными. Давайте вернемся в начальное положение. Сделаем Meter Join и цвет белый. Также обратим внимание, что у нас есть тут Dashes. Если мы раскроем сейчас эту категорию, то здесь ничего не будет. Но если нажмем плюсик, то появится Dash и Offset. Dash, по сути, это пунктир, и чем меньше значение, тем меньше эти черточки. Чем больше значение, тем больше черточки. Offset влияет на смещение этих черточек по объекту. Но как же изменить вот это расстояние между каждым пунктиром? Для этого нужно еще раз нажать на плюсики, и у нас появится Gap. Gap, это как раз расстояние между этими пунктирами. Чем больше, тем больше расстояние, соответственно. Если мы еще раз нажмем на плюсик, то у нас появится еще один Dash. И таким образом мы можем добавлять сколько угодно пунктиров. Давайте уберем все это. А также удалим параметр Stroke. Перейдем к параметру Fill. Fill – это заливка нашего объекта. Тут, соответственно, есть цвет, а также непрозрачность, opacity. Давайте пойдем дальше. Итак, переходим снова на Toolbar и видим, что здесь есть Rounded Rectangle Tool. Давайте выделим наш shape, чтобы тот объект, который мы сейчас нарисуем, добавился к нему. Итак, давайте попробуем нарисовать ректангл с закругленными краями. Опять же рисуем по самому центру. И тут есть небольшая подсказка. Чтобы менять закругленность этих краев, мы можем нажимать стрелочки на клавиатуре вверх или вниз и смотреть, как меняется эта закругленность. Но давайте сделаем закругленный квадрат также по центру. У нас появилась новая группа в слое Shapes. Это этот же ректангл, но края у него закругленные. Из-за того, что заливка у него такая же, как у предыдущего, мы его почти не видим. Разрешите мне воспользоваться подсказкой и взять цвет пипеткой за пределье. Этот цвет меня устраивает. Окей, идем дальше. Закрываем эту группу и смотрим, что у нас есть еще. У нас есть еще Ellipse Tool, этот же Ellipse. Также рисуем по центру круг и опять же зажимаем Shift и Alt или Command на клавиатуре. Делаем его примерно вот таким и меняем цвет. Раскрываем группу, раскрываем Fill и меняем цвет. Что же у нас тут есть еще? Поле Polygon Tool, он создает у нас некий полигональный объект, такой как хексагоны и прочие гоны. Опять же рисуем его по центру. Если мы будем нажимать на стрелочке на клавиатуре вверх или вниз, то мы меняем количество граней. Давайте сделаем такой вот, не знаю, полигон и также изменим цвет. У нас здесь есть группа Polystar. Идем дальше. Теперь переходим к объекту звезда. Будем рисовать звезду. И тут внимание, если мы не будем зажимать какую-либо кнопку на клавиатуре, то все равно объект будет рисоваться по центру. И он не будет каким-либо изогнутым или тому подобное. Но, зажимая Shift, мы можем угол делать абсолютно ровным. А сжимая Command или Alt, менять размер внешних граней. Таким образом мы можем создать вот такую звездочку. Но еще, меняя стрелочкой на клавиатуре, мы можем менять количество этих самых граней. Давайте сделаем стандартную пятиконечную звезду и поменяем ее цвет. Обратите внимание, что опять создалась группа Polystar. Теперь уже вторая. Так что да, по сути это два одинаковых объекта, просто с разными параметрами. Раскроем Fill и сменим цвет. Если здесь мы раскроем Polystar Path, то увидим, что здесь тип звезда, а не полигон. Количество грани 5. Позиция по нулям. Rotation-угол по нулям. Внутренний радиус 50. Внешний 140. Также у нас есть закругление краев. Это закругление внутренних и внешних краев. Ну вот, мы с вами разобрались с типами всех объектов. Давайте теперь разберем всякие фенечки и модификаторы для них. Нажмем кнопку Add, то есть добавить. И опять мы ничего не видим, и мне придется уменьшить мое окошечко. Мы можем увидеть, что у нас есть пустая группа, Rectangle, Ellipse, Polystar, Path. Мы все из этого разбирали, кроме Path. Давайте разберемся и с ним. Чтобы его создать, нам не обязательно нажимать сюда. Мы можем просто выбрать инструмент Pen Tool и убедиться в том, что слой наш выделен. И попробуем нарисовать чего-нибудь. Но перед этим давайте скроем все остальное. Если мы куда-нибудь кликнем, то увидим, что появилась точка. Кликнув опять, мы увидим, что появилась линия. Однако мы можем создавать кривые безе, но для этого надо зажать левую кнопку мыши и не отпускать ее. Таким образом появляется вот такой вот контроллер. Зажимая Alt на клавиатуре, мы меняем положение у последнего контроллера. Давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Например, как-нибудь вот так. Таким образом у нас появился вот такой вот странный объект. А также появилась группа Shape One. Давайте назовем ее. Раскроем группу и посмотрим, что у нас здесь появилось. У нас появился объект Path. Это очень логично. Раскрыв его, мы видим только этот самый Path. Вернемся к остальным параметрам. Давайте включим строк. Если мы включим строк и отключим field, то увидим, что вдоль этой безе появилась линия. Тут есть такие же стандартные настройки. А то, что мы пропустили ранее, мы можем сейчас рассмотреть. А именно, Lane Cap. Lane Cap – это форма линии на краях объекта. Если мы раскроем это меню, то увидим, что есть раунд. Теперь у нас линия на концах закругленная. Также есть Projecting Cap. Возможно, вы и не заметили изменения, но они есть. Суть в том, что линия как бы продолжается в зависимости от Stroke With. Но на Butt Cap она заканчивается на концах безе. И как бы мы не меняли Stroke With, она всегда там и заканчивается. Давайте сделаем какой-нибудь цвет для этой линии, для красоты. И сделаем Round Cap. Отдалим чуть-чуть окно просмотра, меняя положение скроллера на мышке. И скроем все, чтобы нам не мешало. А также включим все остальные объекты, которые мы нарисовали. Теперь разберем параметры модификаторов. Если мы выберем наш слой и нажмем кнопку Add не здесь, а, например, вот здесь, то увидим, что мы можем добавить Fill, Stroke. Как вы понимаете, это те же самые заливка и обводка. А также у нас есть градиентная заливка и градиентная обводка. Давайте посмотрим, что такое градиент Fill. Но добавим ее только к одному объекту, например, к самому первому квадрату. Раскроем группу с этим квадратом. Скроем все лишнее и переместим градиент Fill куда-нибудь вот сюда, скрыв при этом обычный Fill. У нас появился вот такой вот градиент. Чтобы видеть начальную и финальную точку этого градиента, нужно нажать на стандартный наш инструмент стрелочка. И мы можем менять положение этих точек у градиента. Также мы можем менять тип линейный или круговой. Вот так вот. То есть градиент идет от круга. Пусть у нас будет вот такой вот круговой. И мы видим, что у нас появились еще всякие параметры. У нас появился параметр Highlight Lens. Это положение освещенного участка. Если мы увеличим его до 100%, то увидим, что появился вот такой вот как бы свет от лампы. И в нуле, соответственно, этот свет уходит подальше от нас. Также появился Highlight Angle. Меняя его, мы меняем угол этой лампы. Теперь давайте перекрутимся чуть ниже. И мы видим параметр Colors. Это цвета в нашем градиенте. Если мы нажмем на эту ссылку, то появится вот такое окошко. Мы можем здесь менять цвета у градиента, добавлять новые, кликнув, например, сюда. Менять их зависимость, передвигая эту центральную точку между основными. А также менять Опасити. Таким же образом, как делается все обычно на верхних точках. Можем сделать вот такую вот, например, тень от этого круга. Нажмем ОК. Также у нас есть стандартный Опасити, как и везде. То же самое с параметром Gradient Stroke. Он меняется абсолютно так же, и параметры там такие же. Но кроме всего прочего, есть Stroke Width, формы линий и Dashes. Давайте удалим всю эту с ромоту и включим стандартные филы и остальные группы. Здесь мы также видим, что имеется Merge Path. Чтобы продемонстрировать, что это такое, давайте для начала научимся группировать объекты. Допустим, у нас есть Polystar 1 и Polystar 2. Если мы нажмем Add Group, то у нас появится новая группа. В нее мы можем добавить эти две сформированные уже ранее группы. А также сделать заливку для них обоих. Это позволит нам менять позицию и остальные параметры у нескольких объектов, связанных вместе. Но давайте разберемся с модификатором Merge Path. Выделим группу, добавим Merge Path. Пока ничего не изменилось, но давайте попробуем изменить позицию у Polystar 2. Меняем позицию чуть правее. Вот так. И добавим еще к общей группе параметр Stroke. И включая Merge Path, мы видим все отличия. Давайте раскроем этот модификатор, который объединяет несколько векторных слоев вместе. Сейчас у нас режим прибавления, а также у нас есть параметр Subtract. Он вырезает по последней группе. То есть если мы переместим первый объект выше, то увидим, что звездочка вырезалась из полигона. Еще есть Intersect. Он оставляет только пересечение этих двух объектов. Также есть Exclude Intercessions. Он удаляет это самое пересечение между объектами. Ну, с этим вроде разобрались. Идем дальше. Но перед этим давайте возродим все в стандартном местоположении, как было раньше. Включим все слои, кроме последнего без Е. Выделим Contents, чтобы работать со всеми группами. И идем к следующему модификатору. А следующий модификатор у нас Offset Paths. Он отвечает за смещение векторных объектов и регулируется именно так, с помощью параметра Amount. А параметр Round Join отвечает за сглаживание смещенных углов. Идем дальше. А дальше у нас идет Packer & Blot. Он сжимает или разжимает все выбранные группы. Получается вот такой вот интересный эффект. Дальше у нас идет Repeater. Это довольно-таки интересный модификатор. Он клонирует объекты, изменяет их трансформацию. Допустим, сейчас у нас три копии. Увеличивая количество копий, мы увеличиваем количество объектов. Offset – это смещение по измененным объектам. Происходит это вот так. Дальше у нас идет Composite. Сейчас здесь выставлен Below. То есть каждый клонированный объект располагается позади всех остальных. Давайте сделаем Above. Раскрываем вкладочку Transform и видим, что мы можем управлять параметрами смещения каждого клона. Есть смещение по позиции, по размеру, по углу наклона и даже есть непрозрачность для начала и конца. Мы можем увеличить количество копий и добиться непредсказуемого эффекта, например, вот такого. Таким образом, у нас получилось некое подобие закругленной пирамиды в 3D-пространстве. Это довольно-таки интересный эффект, и я часто его использую. Но идем дальше. А дальше у нас Round Conos. Он отвечает за сглаживание абсолютно всех углов. Дальше у нас идет Trim Path, но на него мы посмотрим на наше криво без Е. Для этого включим только ее и добавим этот Trim Path именно в наше без Е. И мы можем увидеть такие параметры, как Start, End, Offset. Этот модификатор тоже довольно часто используется. И здесь именно анимируется параметр End, чтобы показать появление объекта. Давайте быстренько посмотрим, как это выглядит в анимации. Для этого в End выставляем Keyframe на 0%. И на первой секунде ставим 100%. Ну и, конечно же, делаем анимацию в конце плавной. Для этого включаем наш уже любимый из In. Выключаем графики и смотрим, что получилось. Этот модификатор, я думаю, вам ясен. Вскрываем его пока и включаем все остальные группы, выключая наш без Е. Идем дальше. Дальше у нас идет параметр Twist. Применяем его ко всем группам и смотрим, за что он отвечает. Он отвечает за закручивание всех объектов в некое подобие вихря. Еще у нас есть параметр Vigal Paths. Он нужен для анимации дрожащих объектов. Есть параметр Size, который регулирует силу воздействия данного модификатора и количество используемых точек. Также у нас есть типы углов, а именно резкие и гладкие. Ну и количество изменений в секунду. Выглядит все это примерно так. Идем дальше. Дальше у нас есть Vigal Transform. Это почти то же самое, что и Vigal Paths, но он контролирует параметры Transform. А именно позицию, Scale и Rotation. И получается такая вот забавная анимация. Удаляем его и идем дальше. Дальше у нас идет Зигзаг. Он создает зигзагообразные края на границе каждого объекта. Тут есть опять же сила в влиянии и количество точек на один сегмент. Также есть тип углов. Острые и мягкие. Ну и наконец со всеми модификаторами мы с вами разобрались. Фу, ну вот мы и разобрали самые основы работы с шейпами. И наконец можем приступить к созданию невероятных анимационных переходов и эффектов, которые можем использовать в любом видео. Но пожалуй оставим эту тему до следующего урока. А пока у вас есть время попрактиковаться в создании своих шейпов. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok